Режа не атакуют, они недалеко от угла штрафной площади, Карпин здесь вмешивается. Кстати, Карпин-то воспитанник латвийского футбола, еще если вспоминать, кто вышел из Латвии, это Сергей Шавло, который много лет выступал в составе «Спартака», так что такая приемственность существует. Передача направо и подача в штрафную, уже во вратарскую площадку. Надежно играют защитники. Чуть-чуть не перебросился сейчас «Спартаковец» мяч через игроков. Удар по воротам, с трудом. Нет, все-таки мяч оказывается уже за линии ворот, и «Спартаковцы» на седьмой минуте встречи выигрывают со счетом 1-0. Мяч забил Сергей Родионов. Номер 10. А мяч провел Сергей Родионов. Вот повтор этого момента. Карпин хорошую передачу, и там Родионов в броске, будем считать, головой, бьет по воротам. Очень лазь ему тяжело было. Во-первых, вы знаете, он перемещался вдоль линии ворот, и удар-то последовал в противоположный угол, так что ему пришлось еще и сложиться. Но учитывая, что очень тяжелый и скользкий грунт, просто мне так показалось, у Лайзена не было возможности оттолкнуться. Но в сухую погоду, возможно, он и справился бы вот с этим мячом. Но там кто-то из «Спартаковцев» добивал мяч уже после того, как он находился за линией ворот. 1-0. «Спартаковцы» выигрывают. Ох, как высоко выпрыгивает бесчастно, но не дотягивается до мяча. А вот Родионов все-таки опережает защитника. Карпин. А вновь у него мяч, он по правому флангу рвется вперед. Хороший прострел. Удар по воротам. И счет становится 2-0 в пользу «Спартаковцев». По-моему, это Николай Писарев провел второй мяч. Да. Очень быстрая атака «Спартаковцев» по правому флангу. Но здесь посмотрите, какую точную выверненную передачу делает Карпин. Он так подкрутил мяч, он просто приходил на ногу к Николаю Писареву. 2-0 уже солидное преимущество «Спартаковцев» на пятнадцатой минуте первого тайма. Прекрасная просто передача. Это, вы знаете, чисто футбольная, будем говорить так. Ход партнеру на свободное место. Довольно корректный, спокойный, причем, в игре и желтый карточка при объявленном футболисту. Очень, я бы сказал, такой суровый, что ли, для такого характера игры принял решение арбитры Шотландии Джо Тиммонс. Штрафной удар «Спартаковцы» бьют. Ну или Родионов, или же Пятницкий прямо, мне кажется, будет наноситься удар по воротам. Мощная стенка выстроена Рижанами. Готов к приему мяча Лайза. Нет, передача направо. Мамедов, удар по воротам. Еще один удар. Мамедов чуть-чуть, мне кажется, замешкался. Ну что, мяч оказывается в воротах Рижан. И счет становится 3-0 к пользу «Спартаковцев». Но все-таки «Спартак» использовал вот этот штрафной удар. После его розовыша был забит третий мяч. Ну почти не сходим с первого тайного игры. Вот смотрим. Удар по воротам. По-моему, это Цинбаларь направляет мяч в ворота. Вы знаете, такой удар был очень и хлесткий. И почти без замаха бил Цинбаларь. Едва-едва, но все-таки пересек линию ворот. Затем Писарев использовал опять же точную передачу Карпина с фланга. И в упор расстрелял в ворота Рижан. 2-0. А под занавес первого тайма. Простите, опасный момент. Сбивают, сбивают Владимира Бесчастных. И один метровый бесначает на орбиту. Итак, под занавес первого тайма Цинбаларь. Из трудного очень положения все-таки отправил мяч в сетку ворот Рижан. 3-0. Вот видите, руками схватили сзади Владимира Бесчастных. И одиннадцатиметровый штатный пенантист. Спартаковцев Валерий Карпин собирается бить одиннадцатиметровый. Так тщательно, недовольно устанавливает мяч. И дуэль такая. Лайзан, кстати, он специалист по одиннадцатиметровым. То есть может и парировать удар Валерия Карпина. Раздвигается удар поворотом. Штанга. Еще один удар поворотом. И. Какое решение принимает орбитер? А он принимает решение, что мяч должен отправляться от ворот Рижской команды. Потому что Карпин хотя и добил мяч в ворота после своего удара. Но поскольку мяч отскочил от стойки ворота, Карпин не имел права добивать его в ворота. Поэтому удар от ворота назначает орбитер. А следующие матчи, первые матчи Кубка Европейских Чемпионов состоятся через три недели. Штрафной удар. Спартаковцы бьют. Чуть-чуть подальше орбитер просит отодвинуться стенку. Подача. Ох, какой момент удар. Ошиблись при выполнении искусственного сайта решения. И Анопко легко переправил мяч в ворота. Там три спартаковца сразу оказались перед воротами. Мяч забил. И ни одного рижания. Ну, естественно, кроме воротаря Лайзера. Но он уже ничего не смог сделать. 4-0. Спартак выигрывает. Еще раз смотрим повтор этого момента. Это Карпин направляет мяч. И уже после удара побежали футболисты рижской команды из своей штрафной площади. А в момент удара положение спартаковцев было правильным. Мамедов, Черенков. На коротке спартаковцы играют. И Карпин на правом фланге получает мяч. Пытается ему ремень помешать. Подача. Удар поворотом. Великолепный удар наносит Писарев. И счет становится 1-0 в пользу спартаковцев. Потрясающий мяч забивает спартаковец. Произошло это, ну, где-то, наверное, минуте на шестой этой встречи. Еще раз вот Карпин. И удар поворотом. Падение через себя. Вернее, таким разворотом бил Писарев. 1-0. Спартаковцы выигрывают. Надо же так синхронно все слилось. И вовремя была сделана передача. И вроде бы казалось, мяч на не очень удобной высоте летит. И как бы Писарев уже проскочил его. И тем не менее, все-таки нанес такой прицельный точный удар Писарев поворотом. Он просто потрясающий мяч забил. Вот еще раз посмотрите повтор этого момента. Я думаю, что, в общем-то, этот эпизод игровой можно очень долго показывать. Никак спартаковцы не могут собрать сильнейший состав. Замучили буквально травмы футболистов. Но трудно сказать по такой причине, что не готова команда. Вряд ли это, ну, может быть, небрежность какая-то со стороны остальных футболистов. Карпин, хорошая передача. Удар поборота. Гованой. Спартаковцы выигрывают. Вы знаете, мне сейчас вот непонятно было. В поле был небольшой рикошет, и поэтому вратарь не реагировал. Мяч, по сути, прямо в него летел. Вот на пасторе, может, будет видно. Нет, чистый удар был. Никто не мешал Карпину. Мяч никого не задел. Вот, что ли была такая необычная, что ли, траектория. И напрасно совершенно ярослав Баха садился. 2-0. Спартаковцы выигрывают. Карпин. Ну, самое интересное. Видите, как своевременно была сделана передача. Очень неплохо сыграно было. Удар поворотом, вернее, наверх. Кригер. И с мячом Хрисов. И с мячом Хрисов. Ах, кстати. Ах, ну, чуть запоздали. Вот, видите, в момент удара в правильной позиции одном, кто находился, сумел обыграть ворсаля. Хотя не очень просто ему было это сделать. И капитан Спартаковцев забивает торецкий мяч. Торинной. Спартак выигрывает. Ну, вы знаете, мне кажется, прогнозов-то много было на исход этого матча. Но, думается, еще не мог предположить, что уже в первом тайме вот таким счетом будут вести футболисты Спартака. Черенков. Карпин. Шесть час. Еще один выход. Один на один. Арбитр показывает один метровую отметку. Посмотрение было в красной площади это не Кифоров и кто-то из польских футболистов. Передага, кстати, была довольно острая. По-моему, был Монстров. Так что один метровый у ворота Спартака и есть возможность у хозяев поля сократить разрыв в счете. Ну, так улыбается, мне кажется, Александр Тарханов. Трудно вообще сказать, может быть, в другой ситуации при другом счете арбитр и не назначил до один метровый. А так дуэль подворожное и помазон. Удар удар был неплохой, хороший просто удар был. черт очень исполнил. Бойский футболист один метровый. Лид Яков тоже давно не появлялся в основном в составе Спартака. Я уже говорил о том, что буквально эпидемия какая-то от травм, причем таких ключевых игроков в составе Спартаковцев. Ну, будем надеяться, что вот эта полоса все-таки миновала нашего чемпиона. Неплохо выглядел Федор Черенков. Ну, я не думаю, что из-за возраста достаточка. Хотя, наверное, в 3-4 года немножко терловат уже выдерживать все 90 минут игры. Хотя, вот, очень тяжелую такую погоду, я вспоминаю мальчика с океаном, все 90 минут отыграл Федор Черенков и довольно прилично выглядел в том матче. Итак, угловой. Спартаков-то подают, вот подача. Удар поворотом, перекратный удар Ароновка и счет становится 4-1 в пользу спартаковцев. Вот удивительно, вы знаете, и вратарь, вроде бы, в том углу находился, и защитник там был, смотрим с вами повтору этого момента. Вот Ановка бьет, и защитник там вратарь, что ли, они понагивились друг на друга, поэтому вратарь не реагировал, защитник тоже наблюдателем, пожалуй, был. Да, это второй мяч Ановка в этом матче. Лидьях, с мячом. Лидьяхов хорошо уходит. Прекрасная передача, удар, поворот он. Вы знаете, этот пиццер забивает этот мяч, причем времени совсем не было у спартаковцев, знаете, как раньше, насколк, с легким таким коротким ударом отправил мяч в угол ворот. 5-1 выигрывает Спартак. Очень хорошая, красивая победа спартаковцев. Играют они хорошо, знаете, мне кажется, даже в свое удовольствие за очень хорошую сухую погоду, в общем-то, для отфетря в середине, отфетря теплую погоду. Прекрасно выглядит спартаковский. Ну, кто-то может сказать о том, что соперник не может. Результат первого матча 5-1 подел Спартака не оставлял сомнений в окончательном исходе этого двухраундового поединка. И дело даже не в крупном счете. Спартаковцы выше классом, и это их главное преимущество. Наверное, сегодня стоит говорить о том, что мы теперь имеем команду европейского класса. Она и отнеслась к матчу со всей серьезностью, о чем свидетельствовал состав. Кроме травмированного пятницкого, остальные как и в первой встрече Спартак быстро доказал свое превосходство. Похоже, Лех для Карпина стал своей командой. Вновь выход к воротам и хлесткий удар в верхний угол. К чести польской команды после этой неудачи она не развалилась. Вообще, Лех старался аккуратно играть в обороне, что ему в принципе удалось. На пальцах одной руки можно сосчитать атаки польской команды. И как это неудивительно, одна застала врасплох оборону Спартаковцев. Этот Дембинский вышел к воротам и поймал вратаря Помозина на противоходе. 1-1. С таким счетом команды ушли на перерыв. Во втором тайме Спартак усилил натиск. Почти все время игра шла на половине поля соперника. Разыгрался Ледяхов, после ударов которого мяч дважды попадал в стойку ворот. И все-таки Спартак реализовал свое преимущество. После штрафного мяч был выбит из штрафной площади. Но подоспел Христов и слета мощно пробил в угол. 2-1 выиграл Спартак и стал ждать пятницы 5 ноября жеребьевки Лиги Чемпионов. Санкт-Петербурга на полном серьезе утверждал, что во всем виновата синяя форма. Спартак к ней не привык, отсюда и все беды. Мне же ближе позиция Олега Романцева. Он всю вину взял на себя. Это удивительно. В нынешнем сезоне это второй случай в нашем футболе, когда тренер не ищет оправданий в плохом судействе, в плохой погоде, в плохой игре своих футболистов. Наверное, наставнику Спартака виднее, в чем причина неудач команды. Только не надо Романцеву подбрасывать спасательный круг, как это делают некоторые коллеги в виде вопросов о том, были ли настоящие соперники у Спартака в чемпионате. Ответ, конечно, уже готов и оправдание тоже. Ну, а если бы соперников сильных было много в первенстве, тогда бы вопрос ставился о большом перенапряжении. Как не поверни, кто-то виноват посторонним. Уверен, как только наши тренеры и футболисты освоят очень непростую науку под названием самокритика, дела изменятся в лучшую сторону, потому что мы не будем скрывать своих истинных проблем, своих, а не чужих, и решать их будет легче. Ну, а теперь давайте еще посмотрим, еще раз посмотрим, как играл Спартак, и не только Спартак, как хорошо играли футболисты Монарко. Это Никифоров. Ну, вот мы еще раз смотрим, как он ошибается, и Икпеба забивает второй мяч, а первый гол на счету Крилшина, мы уже это видели. Виноват Никифоров? Наверное, наверное, виноват. Ну, что поделать? Даже хорошие игроки, даже хорошие защитники бывают ошибаются. Фрагменты второго тайма. Мамедов, Ановка, Писарев, Бесчастных, Ановка. Отличная комбинация, и гол хорош, но, увы, таких атак было очень мало в этом матче, со стороны Спартака. Это начало второго тайма, счет стал 2-1, и вновь селилась надежда. Мы думали, Спартак сейчас перестроится и отыграется, а может быть и победит, но, увы, надеждам не суждено было сбыться. Карпан толкает в спину Дима, и арбитр назначает пеналки. Ере Дзаркаев бьет точно. 3-1, и после этого никаких надежд. После этого Спартак, как говорится, сдался. Хотя, вот, 2-3 момента у воров Спартака были, и тем не менее, лучше играли футболисты Монаха. Смотрите, как атакуют они большим числом, большим количеством. Здесь ошибка вратаря Спартака и Лилиан Тюрам за минуту до конца, до кончания матча забивает еще один гол. 4-1. футболисты в Лужниках к этому матчу. И надо отдать должное, для декабря поле было просто в отличном состоянии. Как и следовало ожидать, Спартак сразу же захватил инициативу и начал штурм ворот Хайреддина. Правда, особенно острых моментов было немного. И все же москвичи имели заметное преимущество. вратарь гостей все время на чеку. Турецкие футболисты в обороне действовали довольно-таки жестко, что в итоге заставило голландского судьи Бланкен Штайна возможно чересчур сурово реагировать на провинности футболистов. Недовольны тренеры Спартака, но впрочем волнуется и тренер гостей. Первую потерю спартаковцы понесли на 32-й минуте, когда тяжелую травму получил защитник Клистов, которого грубо атаковал Ариф. Вот этот момент. И, судя по всему, Дмитрий выбыл из строя как минимум месяца на два. Однако вскоре Спартак потерял еще одного защитника. И меня удивляют некоторые журналисты, которые обвинили во всех грехах арбитра встречи. Удаление Мамедова соответствует пункту правил, где-то был стол последней надежды. Турецкий футболист выходил один на один с ротарем. Эта потеря была уже невосполнима. И все же москвичи даже в меньшем свете продолжали атаковать. И лучшим бесспорно был Писарев, который дважды был близок к успеху. Прекрасный удар через себя. И еще один удар Писарев. Чуть бы пониже. Посто однако уверенно действовал по мазу. Но москвичей поджидало еще одно испытание, как говорится, на прочность. И вина в этом целиком и полностью лежит на совести капитана команды Виктора Амута. В многочисленных интервью он предстает как спокойный и уравновешенный человек. Однако когда его видишь в игре в этом начинаешь сомневаться. Третье удаление за сезон да еще в столь важных матчах это извините как говорится в народе не лезет ни в какие ворота. Имея уже одно предупреждение надо действовать спокойнее. Так Спартак остался в девятером и тут уж не до победных атак. поистине национальное качество сами создаем трудности чтобы с честью их преодолевать. Отдадим должное нашему чемпиону он и в меньшинстве из последних сил но все же стремился забить гол. и в этом прежде всего заслуга Карпина и Писарева которые не давали туркам и прежде всего их фратарю даже передохнуть. опасные отдельные выпады гостей очередное нарушение и после удаления штумпа спартаку спартаку стало полегче а закончил встречу чемпион России в атаке когда последний удар нанес ледяху ничья 0-0 встреча гости футболисты в темной форме предпочли играть на контратаках и уже одна из первых из них завершила взятием ворот спартака уступив мяч на обровке сопернику Никифоров даже не обратил внимания на то что у него происходит за спиной не подсказал своим партнером иголкипер Гинтера Стаучем досадным промахом на все сто воспользовался стоечков практически с угла вратарской он расстрелял спартаковские ворота после пропущенного мяча москвичи заметно оживили игру не могу сказать что у них все получалось и что их комбинации были слишком разнообразными однако активная игра на флангах Карпина и Цимбаларя вносила определенную нервозность в действия каталонского клуба если бы еще добавить к ним мощный удар Андрея Пятницкого и оригинальные передачи и ходы Игоря Ледяхова возможно положение исправилось уже и к перерыву но к сожалению этого не было в кадре эпизод с участием Карпина и Владимира Бесчастных на левом фланге оба тайма настойчиво пытался обострить игру Илья Цимбаларь который практически уже набрал оптимальную форму ему не раз удавалось обыграть свое визави и создавать угрозу у ворот Себюсаретте на этот раз его фланговую передачу замыкал Игорь Ледяхов однако удар у него явно не получился начало второго тайма принесло Спартаку новые неприятности его игроки заметно подустали и стали пропускать один за одним острые выпады со стороны Барселоны очередная острая атака каталонцев красиво бьет Бегерестайн и лишь футбольное счастье спасает спартаковца Гинтер Стаучи уже ничем не мог помочь своей команде как он оказался чуть-чуть позже бессильным в ситуации когда Ромарио поставил Спартак на грань катастрофы ошибка защитников москвичей стоечка в беспомех делает нацельную передачу в штрафную и лучший футболист Бразилии 93-го года Ромарио заставляет притихнуть многотысячную толпу болельщиков итак 67-ая минута счет 0-2 и все же Спартак переломил ход борьбы отчасти ему помог Собесаретто не всегда удачно играющий на выходах голкипер и на этот раз подвел свою команду впрочем виноват в этом голе Сергей Родионов он очень вовремя оказался в штрафной площади я думаю что ему следует сказать дважды спасибо но во-первых гол забил а во-вторых сумел найти свое место выйдя на замену Николая Писарева игра у последнего не пошла а вот Сергей за 45 минут второго тайма сумел многое сделать для команды не скажу что после пропущенного мяча Барса запаниковала но Спартак преобразился и если первый мяч вследствие в первую очередь ошибки Собесаретты то второй стал результатом высокого мастерства Спартаковца похоже Ледяхов еще по тренировкам знал куда в момент его передачи двинется Карпин и капитан москвичей сделал все к месту и ко времени вот так к радости российских болельщиков закончился этот матч который еще раз подтвердил что с Барселоны играть на равных можно сразу по окончании матча для многочисленных журналистов когда один вид внешний стадиона смущает я уже не говорю о том что сто тысячник в Барселоне был полностью заполнен поэтому может быть такое напряженное лицо у Олега Романцева а матч начался очень удачно для спартаковцев первая же атака оказалась результативной это Пятницкий в одно касание переправил мяч на выход Карпино тот убежал от защитника и воспользовался все-таки ошибкой Суписаретты галкипера Барселоны он опрометчиво покинул ворота счет стал 1-0 в пользу спартаковцев была надежда на то что на хорошем поле в хорошую погоду спартаковцы при их в общем-то хорошей технической оснащенности смогут оказать сопротивление испанской команде увы эти надежды не оправдались после пропущенного мяча Барселона может быть не очень быстро но все-таки пришла в себя в основном угрозы возникали с левого фланга и вот после передачи оттуда Стоечков провел ответный мяч удивительно находясь в окружении шестерых спартаковцев Стоечков все-таки сумел пробить поворотом если бы Иванов вот на повторе это прекрасно видно стоял чуть-чуть поближе к форварду Барселоны мяч угодил бы в защитника Спартака а так небольшой рикошет и Стауча был бессилен 1-1 после первого тайма ну а во второй половине встречи преимущество Барселоны стало еще более ощутимым несколько раз команду выручал Стауча надо сказать что претензий к галкиперу Спартака в этом матче не должно быть это Ромарио бьет в верхний угол и Стауча с трудом дотягивается до мяча совсем незначительная кажется ошибка недалеко от центральной линии Поля допустил ее Пятницкий привела ко второму мячу это Стаучков убежал от Хлестова затем обыграл Никифорова и сделал точную передачу Амору 2-1 повела Барселона в этот момент еще не верилось в то что за считанные минуты еще трижды мяч окажется в воротах Спартака но именно так и произошло мне так показалось что Спартаковцы в конце матча просто устали у них уже не хватило сил бдительно опекать соперников в штрафной площади чуть чаще стали нарушать они правила причем вблизи от штрафной площади а как это опасно мы все прекрасно знаем и еще раз это доказал Куман его первый удар метров с 25 назовем фирменным мяч оказался в верхнем углу ворот 3-1 в пользу Барселоны Спустя какие-то минуты последовало еще одно нарушение правил вновь у мяча стоечка Фуэ Куман короткая домашняя заготовка и Куман бьет в нижний угол ворот 4-1 вот на повторе видно что Иванов преждевременно вышел из стенки и мяч вот как раз прошел по тому месту где стоял до этого защитник Спартака 4-1 у спартаковцев получилась пожалуй единственная комбинация во втором тайме опять тот же Карпин прошел по флангу обыграл защитника делал передачу на противоположный фланг Родионову но чуть-чуть не точно и тут же последовала контратака испанского клуба Ромарио на правом фланге обыграл сначала Тернавского который в первом тайме в общем-то справлялся с бразильцем вошел в штрафную и здесь как зафиксировал арбитр Никифоров нарушил правила 11-метровый назначает судья ворота Спартака мне показалось что сомнительный 11-метровый назначил орбиту Ромарио сам пострадавший четко выполнил удар 5-1 в пользу Барселоны устраивала ничья но не тот характер у Монако чтобы отсиживаться в обороне вот 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 ставочи ротарь Спартака все время был на чеку то спартака в атаке роль первой скрипки исполнял Ледяхов он был самой активной и заметной фигурой среди москвичей Игорь и сам угрожал воротам гостей и помогал партнерам выходить на ударные позиции вновь мяч у Ледяхова прекрасно сыграно и все же по-настоящему стопроцентный момент для взятия ворот был у знаменитого Клинсмана рывок которого прозевали спартаковские защитники игрок сборной Германии обязан был забивать но на этот раз ему не повезло после перерыва прочность стойки ворот Монако проверил Никифоров спартак спартак пытался порадовать великов первой победой в лиге чемпионов но точность ударов оставляла желать лучшего ничья ничья 0-0 ворот а ворот и а а Симбаларь, пасное было положение, но защитники выбивают мяч на угловой. Угловой удар будет подавать Симбаларь слева края атаки морковского Спартака. Анопка, гол, гол. Отличная подача, высоко выпрыгивает Анопка и головой посылает мяч в угол турецких ворот. Счет открыт, все было сделано просто отлично. Виктор Анопка, капитан Спартаковцев, открывает счет в последнем матче московского Спартака в Лиге Чемпионов сезона 93-94 года. Отчаянный бросок Туэристина, но очень хороший удар. Девятый пятниц и десятый Масолитин один из-за бесчастных. Такой был стартовый состав. Ну а потом, получившего травму Симбаларя, заменил Ледяхов. От места Масолитина на поле вышел Оленичев. Питарев отдает мяч туда, к центральному кругу. Анопка, Анопка, пас на Оленичев. Того толкают в спину. Толкают в спину. Я думаю, что до конца матча остается где-то около пяти минут. Где-то около пяти минут может быть чуть больше. Масолки спартаковцы после гола, забитого Анопка на 53-й минуте ведут матч с Галбатараем. 1-0. Пятницкий. Выводит с Карпина. Карпин выходит один на один. Удар. Гол! Гол! Отличный пас Пятницкого. Валерий Карпин великолепно обыграл одного защитника в районе 11-метровой отметки. Прокил мяч мимо еще одного защитника и в угол. Направил мяч точно в угол мимо турецкого вратаря Хэристина. Очень хороший гол. Валерий Карпин еще раз подтвердил то, что на сегодня он один из лучших футболистов в составе Спартака. Вы знаете, удивительное дело, но турецкие болельщики аплодировали этому голу. Пытается вести удар по воротам. Нет, паса Нопка. Все это проходит прямо по центру у штрафной площадки турецких футболистов. Говорю я для радиослушателей. И вот уже контратака турецкой команды. Я стуга и шел вперед. И снова, снова сбит с ног Фалька Гетт. Фалька Гетт и опять же сообщаю для радиослушателей немецкий игрок в составе колотара. Играл первую половину матча в защите, а потом перешел в нападение. Удар! Удар! Да! За несколько минут до конца матча защитник хозяев поля Чехас посылает мяч в ворота Спартаковца. Была подача, был удар головой. Интерос Сауча стоял на линии ворот, отбил мяч перед собой. Смотрите, этот Чехас сбил. Чехас сбил поворотом. Сауча стоял на линии ворот, отбил мяч прямо перед собой. И Чехас успел. Успел первый к этому мячу. И уже где-то метров двух, наверное, нанес удар мимо Сауча. Ну, не знаю, кого здесь изменить. Может быть, Саучик мог как-то половче отбить мяч. Может быть, бардашские защитники должны были опередить Чехаса. Все-таки они дали ему возможность пробить поворотом и добить мяч. Но так или иначе, на 86-й минуте счет стал 2-1. КОНЕЦ